Вообще я в некоторых потрясении дам, когда прошла конференция, которая столько лет готовила, можно сказать. Я думаю, что будут волны идти по России. Вот мое мнение, я правда всегда считаю оптимистом, а я считаю себя в высшей степени трезвым человеком. Очень редко мои оптимистические прогнозы как раз не осуществлялись. Поэтому я думаю, что просто дам толчок и творческой, и просто читательской мысли, читательской, слушательской мысли. И тому, и другому, не только творчество. То есть музыканты узнали, и еще узнают, размышляя, о месте музыки в жизни писателя такого масштаба, такого уровня. Это, я думаю, открытие для многих было. Ну, а не музыканты, конечно, открыли очень много. Действительно, можно только сказать словами поэта, открылась бездна, звезд полна. Уж не говорю о том, что нам такой был предоставлен подарок, как Иван Соколоп, которого я лично впервые слышала, и таких рук, и такого, чтобы звучал весь рояль, я прямо скажу, со времен Рихтера, а нам было счастье в дуле четыре года говорить о концерте, я не слышала и не видела. Это, конечно, потрясающее проявление. Булгаков хотел быть певцом. Редко так списательно бывает. Причем юно, еще годы, очень активно хотел быть певцом. Он уверен, что Леонид Сергеевна уверял, что Леонид Сергеевна, может, кто-то это говорил, может быть, не слышал, но, по крайней мере, даже если кто-то говорил, то повторю. Леонид Сергеевна мне говорила, что Леонид Сергеевна, он играл, он насвистеть мог очень много. И она очень хохотала, когда он под музыку Чайковского делал всякие фойте перед ней. Она вдруг посмеялась, а он обижался. Он считал, что это вполне такое законное его действие. Вот, вот, просто о ней рассказывала. И здесь открылись докладчики, для меня много очень открылся. Ну, например, я не могла понять, что находят юные люди в мастер-магалите. Хотя я все время с этим сталкивалась. В Москве проходят социологические опросы последние 10-12 лет. Вот, опрашивают школьников от 12-18 лет. Неизменно мастер-магалита на первом месте. Так, а хочется их спросить, что же она хочет. И вот, нашлись люди, которые это спросили. И вот, Елена Мочилова, замечательная библиотекарь из города Белово, про которую я про существование не знала, пока в 2008 году с ней не познакомилась. Мне сказали, как вы не знаете, там же главные кузбасские разрезы. Я Россию довольно неплохо знаю. Я ее на машине съездила, по крайней мере, четверть ее. Но, вот, не знала. И вот там она прекрасно работает со своими школьниками. И она, как вы все слышали, сделала такой доклад именно по срезам. За что любят роман? И оказалось, ведь я не понимала, как так? Я считалась, роман по-настоящему любить могут только те, кто знает, что такое советская власть. Что-то фон. Оказалось, нет. Оказалось, собственно говоря, скрыли, обнаружились перед нами, и обнаружились перед нами. Свойства классики. Свойства классики. Я всегда привожу классический пример. Свойства классики заключается в том, что современность уходит, поднимается из глубин то, что сам писатель, может, даже осознанно не предполагал. Только силу и дара своего заложил. Ну, классический пример «Божительная комедия». Все вычитаем. Не только, так сказать, самые разные профессии, но даже мы, филологи, весьма туманно представляем, что это за война Гвельфова и Гебелина. Современники без этого эту комедию не видели. Она у них ложилась от пол. Вот мы не знаем, что мы. Не можем чувствовать божественную комедию в прекрасном переводе Лазинского. Вот это и так получилось с Иваном Булкаковым. Я написала когда-то, несколько лет назад, для Вито Ново такую работу, что исчезло в романе для современных поколений. По главам исчезло. Ну, например, представьте себе, чтобы мы... Ну, сейчас уже нельзя это описать. Что мы испытывали, когда в первой главе, в первых двух главах было, значит, вопрос поднимался всего лишь о бытии Божьем, и автор становился на сторону тех, кто его призвовал. Шок наш может сравнить только с тем, как сегодня многие были бы шокированы, если в первой главе доказывалось ботеистическое первозрение. Так изменилось все время. Я считаю, что это вовсе не должно так быть, чтобы в шок приходить от этого. Потому и называется свобода совести. Ну, вот таковы факты. Или, например, иностранец на Патриарших прудах. Для нас было прям такое. Я сейчас всегда говорю, что сейчас труднее встретить русского на Патриарших прудах, чем иностранца. Или валюта. Валюта там такой. И ищут его там в туалете, в сортире у Басова и так далее. Интердевочка. Ну, ха-ха-ха, а? Интердевочка. Ну, да. И, там, кричит бегемота, у меня, может, полный примус валюты. Много смеху. Ну, у нас такая, это зависит всего. Прошло 66-й год. И сейчас, если мастер Маргарита, в первую часть. Прошло всего три года, когда двух молодых людей расстреляли только за то, что они обменяли валюту. Они ничего не украли, никого не обманули. Ромка твоей бушеткой, я твоей бушеткой, ретроспективно пренеминив закон, отчего были в шоке многие юристы, в том числе мой старший брат, говорил, что никогда пройдясь этого не было и быть не могло. Их расстреляли, приняв закон специальный. Ну, вот, поэтому это, да, смешно, полный примус валюты. Ну, у нас-то к этому смеху примешивалось совсем другое. Ну, вот. И вот, Лена Мочилова показала, что оказывается, оказывается, ну, вы читали, я не буду повторять, вы слушали, я нисколько не буду повторять, ну, вперед вышло, вот именно. Я вообще не думала, что наши сегодняшние подростки так могут это понимать, но я это уже поняла, что вопрос о добре и злее. Ну, конечно, для них крайне важно вся лестница этим исписана, любовь, вот, мистика. Но я наткнулась на интересную вещь в докладе ее, я ее вот читала заранее, и могла сегодня приехать, что о том, что книгу не поняли с первого раза, говорили многие читатели, что только во втором прочтении они открывали связь с романом. Причем именно, так сказать, взрослые, даже пожилые. Я имела, так сказать, в этом смысле семейные впечатления. У меня была умнейшая свекровь, царство-небесное, вечный покой, и она была химик, 35 лет преподавала. Она, Александр Павлович Чудакову, многим известного, не только как первого, но и как автора романа, призванного первым, роман, идея призванного первым, лучшим русским романом первого десятилетия XXI века, она им привела любовь к литературе, она серийный век «Знамная зубь». Просто огромное количество стихов «Знамная зубь». И она мне честно признавалась, «Нет, я как-то не могу». Когда первый раз посчитала, «Мир, это я знаю, вот ты так любишь, Булкафы и Саша любит». Но я как-то не могу почувствовать. То есть вопрос главный, который здесь у Бучиловой очень-то тоже чувствуется. Так это реальность или фантастика? Вот человека более-менее позитивистского такого воззрения, и это смущало, что нельзя понять толком это фантастика и реальность. А когда она стала перечитывать, вот точно так, как здесь написано, когда перечитывали, то понимали. Значит, недаром Булгаков, где-то, по-моему, Лена Мачилова даже нашла, я не помнила, где это писала, я писала, когда-то очень говно, и она нашла эту заметку, то есть интервью такое давала, что он хотел написать, он очень восхищался, как в отеле лежит Библия, значит, в тумбочках. Он никогда жизни не был в Европе, но ему рассказывали. И он этим восхищался. Он хотел написать книгу, которую будут перечитывать. Он жил в окружении своих современников, которые не ставили задачу такую перед собой. Все вот эти, так сказать, люди, стремившиеся стать советскими, пролитарскими, еще пролитарскими, потом в советскими писателями. Они стремились написать нечто, что соответствует сегодняшнюю моменту и попадет в точку, в яблочко. Но вопрос о том, что мы перечитывали, я специально этим занималась. Перед ними просто не стоял. А он хотел написать, чтобы читали, и он этого достиг. Лена, по-моему, это прекрасно на своих этих показах. Он достиг этого, что редко бывает. Теперь мне очень понравилась работа доклада, я потом его специально дома перечитывала, Мишуровской, Марии, о том, как работал он над днями Турбина, и на сформлении. Для него действительно, это настолько было живо, что музыка, без музыки ничего этого не существует. Я как-то пыталась разобраться, как у него, какой функции играет гармоник, вообще гармоник. Она просто у него как персонаж. Звук и гармония, она просто персонаж. Я не буду занимать ваше время, и только остановлюсь на последнем. Вот были два доклада, которые рассказывали о жизни вообще дома Бегита с самого начала, и второй о сегодняшнем музее. Вот я не знаю, я уже не, сейчас не могу даже осознать, я не очень даже хорошо расслышала, доклад Ведом Мишиной, не все же расслышала, что говорила ли она, скорее всего, из скромности промолчала, она все-таки всего лишь 16 лет этой квартиры руководила абсолютно бесплатно. Проделывала там, были там выставки, были вечера, была открыта для посещения с часом до 7-6. Ее окружила молодежь, все они ей помогали, но функционировала квартира. И вот я принесла вам просто показать, доказательства этого функционирования, но музей с момента нашего фонда Булгакова на образование, когда, ну, я в 88-м году издала жизнь описания Булгаковой, и в 90-м году мы образовали этот фонд. И как бы хрестопрестительской управе некуда было деться. они очень хотели кому-то отдать частные руки эту квартиру, а президентов было более чем. Ну, они как-то вроде не получалось. Вот перед ними биограф Булгакова и в то же время президент фонда Булгакова. Ну, тогда сказать, делайте там, ладно, пожалуйста, но ни копейки нам не давали. У нас стояла бутыль, которую люди складывали на электричество, чтобы нам хотя бы за электричество расплачиваться. Ну, вот я хочу просто вам, чтобы вы поняли, как функционировала квартира, вам сразу станет ясно. Я принесла четыре книги отзыва. Первая. Австрель-октябрь 1995 года. Вся исписана. Всего лишь. Угода почти, да? Октябрь 1995, январь 1996. Вот специально посмотрела даты. Январь и март 1996. Все исписаны. Еще красочно оформлены. Самими же посетителями. Вот. И март, апрель 1996. Так тут, вплоть до того, совсем другая атмосфера, чем последствия. Сейчас, конечно, как-то более вошло в рамки какие-то. Пишут, Зоя Шитова вам читала, и вы ее сегодня вечером увидите, и сами все поймете. Пишут очень такие. Она пока что может эти книги из-за этого делать. Ну, пишут очень прочувствовано, ну, серьезно так. А тут люди переписывались письма друг к другу, любовные писания в этих книгах. Возрахновленные любовью мастера Маргариты в квартире. Это совершенно как уникальное, конечно, было дело здесь. Вот сейчас прочитаю маленькие кусочки. Вот. короткие, ну, необычайные, так и сильные записи. Как будто побывала там, с большой буквы. Все. Давно я мечтал побывать здесь и побывал. Витек. Вот. Мне еще 15 лет, но я способна понять всю красоту этого произведения. Я здесь впервые и в этот приход я увидела столько прекрасного. Один написал тоже, как сейчас помню, это, с дальних лет. Побывал в квартире 50. Точка. Можно жить. Это все в царе подростки. Они притворяться не будут. У них это было, как артист, вырывалось из души, можно сказать. Вот. Сейчас, письмо. Я буду перечитывать эту книгу еще много раз. Для меня кусочек царства истинный в кавычках уже настал. Я еще приду сюда. Все пишут, что приду еще. Я не буду тратить дальше время. И так у нас и не так. пустили нас сюда на какое-то время. Мне хочется просто сказать, что мне кажется, что удалось сделать то, что все-таки будет по себе не в своей плоды, что называется. Вот генезис-мастер, только на одном еще остановлюсь. Дохлад Ирины Глушенко, на мой взгляд, очень интересен. Она показывает, я верю в это, что вот этот антураж киношный, так сказать, он, как это воздействует в этот контекст. Это ясно совершенно. И вот добавлю относительно, она проводит параллели истории Степанова как я поняла, и видно, не знаете, тут многие не знают. Во втором половине 30-х годов в театральном мире Москвы ни для кого не было ни малейшей тайной в печальной роли Ангелины Степановой, помимо артистической. Ни для кого. Значит, в дневнике Елена Семьевна слушали с полшериатом записи, как они же бывали в 35-36 году, потом прекратили ходить после снятия маньяра, чтобы не слышать неприятных вопросов. Они ходили в американское посольство, здесь есть своя тайна, но на всем не остановишься, я только ее чуть-чуть может приоткрою. И у нее с полшериатом такие записи договаривались с американцами, чтобы они пришли к нам в такой-то день посольстве. Подошла Лина С. и сказала, я тоже хочу к вам напроситься. Так попросту это делалось. Причем, я хочу вам подчеркнуть, что абсолютно уверенно, что это было не по личной инициативе, то, что все и случилось. Это вызывали женщин, и им это предлагали отказаться, было воносили на смерти. А так убили, практически убили, прямо в камере следователя, как рассказывали все обсуждали, красавицу Вету Долуфанову, жену ленинградского художника театрального Владимира Владимировича Дмитриева, у нее было двое детей маленькие, двоймяшки. Ей предложили стать осведомительностью, и она сказала, у меня даже места для этого нет. А у нее такое было театральный салон, были две известные сестры, к ним туда все и выходили на квартиру, не очень большой, в Ленинграде тогда что. они сказали, они сказали, об этом не беспокойтесь, сказали в учреждении, мы вам квартиру предоставим. Она лучше всего ехала на Кавказ своим родственникам, полгода она там была, когда она вернулась, то ее тут же вызвали снова, и как мне рассказывали, две ее, знавшие ее, две современцы, от того, мне всегда было недостаточно сведений, когда я собирала биографию, как занималась хеем, были две, она сказала, одна сказала, я встретила бывшего своего одноклассника, сто лет не видел следователя, и он мне сказал, что ее даже не расстреляли, а забили в камере следователя, и если это знали эти, то это прекрасно знала Елена Сергеевна, и это прекрасно знала Ангелина Степанова, и я думаю, что вот в этих встреч, в параллелях, в которых работала Ленинградченко, тут уже за ними стоит, за этими параллелями этих семей, стоит страшнейшая глубина, не знаю, знал ли Эркман о роли Ангелина, потому что, я повторяю, выбор был такой, или это, или смерть, был этот выбор, поэтому, когда я писала, то, что я сейчас вам скажу, не то, что писала прямую, давала понять, значит, про печальную историю, которая и селена, на 95% случилась, то мне говорили, не говорили, конечно, прямую, но писали, что как я непорядочно против того, что поступаю, какая я непорядочно, особенно смешно было, когда биограф Булгакова, который, значит, ну, вторую биографию трудно создать, согласитесь, можно писать тысячи литератологических слов, но если я узнала, что он жил в этом месте, в таком-то месте, то трудно написать, что нет, он был на Дальнем Востоке в это время, но дело не в этом, тогда я ничего против не имею, что там полно сносок на меня, все в порядке, но если уже переписываешь чужую период, то хотя бы быть корректным, нет, он будет сказано, что я очень непорядочная, потому что, как же так, если с Филианом Семеной, что-то такое было, ведь Булгаков, значит, знал об этом, так, знал, и написал Маргариту, которая заключает союз с нечистой силой, чтобы спасти своего любовника, он дал ответ на то, что его мучило, я не знаю, узнал он откуда-то или от нее самой, меня это даже не очень волнует, несомненно, что он это знал, я когда всякие, знали люди, которые близко ее знали, и очень любили ее, и обвиняли ее за это, но дело не в этом, а в том, что когда я одна с всеми этими вещами духа, вдруг на меня дошло, что не надо искать фактов, смотрим на роман, анализированного, значит, первое, подруга мастера, Маргарита, вот их шается с нечистой силой, что было нехорошо, как всем известно, ради него, дальше, они всячески подчеркивали, еще последние годы жизни Булгаков, когда дописывался роман, прототипичность Маргариты, связь идут с Лен-Зельгеной, она бы, она бы, это подчеркали, они при его жизни, и Лен-Зельгену мне всячески подчеркнула это при наших разговорах, что он ей говорил, говорит, он отходил от секретера, и говорил мне, шел к столу обедать, и, потирая руками, говорит, ну и памятник тебе, и обздул, то есть это было вот так, теперь, ну зададим себе, ведь мы же все, как говорится, начитанные люди, ну зададим себе простой вопрос, зачем делать любимую женщину, прототип, любимая женщина, ведьмой, меня натолкнула стажерка, американка, приехала, говорит, я буду писать, на этом мысли еще, я буду писать работу ведьмы в русском фольклоре, только, знаете, у меня такая особенность, я буду писать добрые ведьмы, я думаю, уже многие подумали то, что я и сказала, уверенно, люди образованные, я говорю, простите, не путайте с европейским фольклором, которым вы, которым вы, американцы, пользуетесь, не имея своего, там да, добрые свои фети, у нас, простите, ведьма, это ведьма, и когда она ушла, я тогда задумывалась, сделать любимую женщину ведьмой, значит, только для того, я уверен в этом, чтобы решить что-то необычайно глубоко его задевавшее, мучившее, и он там это разрешил, этот вопрос, она делала это ради любви к нему, что-то царя, она обладала сумасшедшим обаянием, я ее в 77 лет знала, и она была необычайно обаятельна, какая же она была раньше, она как-то сумела, видимо, я так, это уже моя гипотия, сделать два, запустить такую конвенцию, да, но сохраните мне двух людей, отца моих детей и Булгакова, я думаю, что-то в этом вроде было, но это повторяю, это моя гипотеза, а что там у нее, как и Ангелина Степанова, мы очень много не знаем, этих нубин, но слушайте, все-таки, так или иначе, никогда нельзя гадать, а вот почему он Матальштама убил, Сталин, а Пастернака оставил, бессмысленно, я не вегра в Сталине, я всегда говорю, но все-таки, за столом Шиловского сидело много людей, постоянно, убитые все, кроме него, все до одного, жены, все пошли в лагерь, или подрастет, Дина Сергеевна, все-таки, вот, осталось же, она очень помогала детям этих казненных и так далее, есть замечательный сборник писем Владимира Умаревича к ней, я ее в упор спросила, Владимира, она говорит, нет, я ничего такого не слышала, вот, и она у нее жила какое-то время, и Елена Сергеевна была очень добрым, прекрасным человеком, масса добра, дело не в этом, дело в трагедии эпохи, которую сегодняшние люди в упор не хотят видеть, вот в чем дело, трагедии эпохи, которая ломала людей, делала бог знает что из жизни их, все, на этом я заканчиваю, перехожу, да, вот, заканчиваю такое заключение нашей конференции, от которой я в большом расторге, прямо вам скажу, не знаю, как вы, я считаю, что очень здорово получилось, вы еще будете об этом думать, и будете людям рассказывать, своим друзьям, и писать, я думаю, как-то в интернете, по крайней мере, что-то будут на эту тему, а теперь я тогда перейду, с вашим позволения, к такой странной теме, которая меня, это за меня, с того мира, Владислав, говорит, я такую, он мне уже сказал, готов к формулировку, а музыки не только, да я не собиралась говорить о музыке, я правда полгода училась, на фестивальном третьем классе, но так как дома мастыр не было, но я скажу даже, как это получилось, ну, может быть, что-то и будет, в сущности, я бы, могу сказать, музыка в жизни моего поколения, так, начиная с раннего детства, вот единственное, что может для вас, здесь музыкантов больше, чем остальных, какой-то представить интерес, надеюсь на это, вот, ну, во-первых, вы, может быть, мне не поверите, но первое, одно из первых моих жизненных впечатлений относится, как я вычисляю, к времени не позже, чем полтора года или год восемьдесят, но это только блик, вспышка и все, а вообще, я помню, четырех столовых лет, продолженная память, тоже, как в литературе, память проснулась в день войны, ночью мы спустились в Паттоле и все в гостибюль, слышали взрывы, никто не мог понять, в чем дело, с этого дня у меня проснулась продолженная память, все, и как папу провожали на форум добровольцем и так далее, но тут вот, все знают, что бывают вспышки, правда, вот в раннем детстве, вдруг, минута или две, правильно, я думаю, все, я не буду уметь, я долго мучилась, я хорошо помню, что я лежу в коляске голубой, голубой, плетеной, ну, я ее потом, она у нас долго стояла, ну, сами подумайте, когда я могла быть в коляске, ну, не позже, чем полтора годов, вот, и надо мной мой брат, старший, в испанке, известный искусствовед очень, с мировыми выменем, с семьей Махомагомедов, в испанке, что означает, время, именно, я, 27-й год, 38-й год, поет мне, как качает эту коляску, и поет мне в виде колыбельной, по долинам и по взборям, вот одно из первых впечатлений, музыкальных, вот, ну, а, конечно, дальше, то, что у сегодня, не только у сегодняшних, но меня уже спрашивали молодые женщины, еще лет 20 назад, 30, где бы брали колыбельные песни, надо мной пела моя няня, взятая мамой, приглашенная мамой, ее старшая, одна сельчанка, не создавшая своей семьи, нянчевшая премянников своих, а мама ее из села Вишенки вызвала, когда я должна была родиться, значит, в рунтове, и я, она четвертый ребенок, мама работала заведующим детским садом, она уже не справлялась, трое детей, ладно, четвертый, уже наоборот, и она мне ее передала на руки, и я, это был огромный подарок, в моей жизни, что я с годами все больше и больше понимала, потому что тот язык, который я слышала из-за своей няни, уже больше ниоткуда услышать, я не могла, безумной красоты, русский язык, весь пересыпанный поговорками, пословицами, весь по-другому не говорили, потом я попала в нем в село, и те немногие, кто остались ровесники, оказалось, они говорили точно так, это не было индивидуальных свойствами моей няни, сейчас особая совершенно проблема, хотя она не относится к музыке, но она относится к нашей жизни, сейчас стоит огромная проблема, которая за последний месяц обозначилась, я бы сказала, в своей, почти трагическом, в своем масштабе, дети сегодняшние не понимают русских стихов, родители устроили дикий скандал, в интернете это отразилось, говорят, дети просыпаются среди ночи, кричат во встерике, не могут выучить, унылая пора, чье очарование, они не понимают, что это такое, значит, уберите вроде из программы, дальше, нечаянно, вот недавно совсем, собраска, вверх и день с другом, огромный опрос, когда она, кто не знает, она, я опрашиваю себя, никто не знает, друзья мои, кто, что такое, собраска, и наконец, мне подсказала одна моя подприятельница, ну она говорит, я говорю, как же так, мы-то смотрим, а почему не так, ну мы же классику читали, когда она мне сказала эту фразу, у меня в мозгу начало все это разворачиваться, я вам сейчас скажу ответ на все это, наши подростки читают переводные фэнтези, это главное чтение, что меня заставило в 2003 году написать детскую книжку, свое умышление, я хотела, чтобы кроме фэнтези, я не собиралась ничего писать детского, но написала, движимое, как Малисия, я уже не знаю, как это назвать, чувством патриотизма или любовью к просвещению, не знаю, как назвать, я хотела, чтобы они, как все дети на свете, что-то знали о своей реальной стране, чтобы не сразу из волшебной страны, я Гарри Поттера обожаю, очень люблю, не подумайте, что я почти, плохие, 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 скажи, Гарри Поттера, фэнтези полно, они сразу попали в нашу замечательную реальность, в современную, которая, пожалуй, трудно будет адаптироваться в волшебных стран, да, и вот к этому официально ирлюзирую, но дело не о моем так называемом творчестве, мы всегда смеялись, Тихсон Павлович, чудаком, на словах «моё творчество», это у нас просто вызывало это «собороги», оказывается, не только у нас, там многие, где еще смеялись, и Чуковский, и прочее, вот, значит, речь о том, что переводная литература, в ней, как бы хорошо ни, в ней полностью включены прежние пласты русского языка, которые так широко представлены в любой классике, да даже не только в классике, а даже у писателей, у Распутина, у Виктора, и прочее, астат, понимаете, вот отличие переводного литературы, недаром, когда Женков, Борис Женков, я считаю, очень недооцененный писатель, у нас есть недооцененный писатель, который брюхами силу вещей в детскую литературу, потому что понимали, что во взрослые не вытянули из-за регламента судзвухного такого, не пиши так, подторгой нельзя изображать плохо, подторгой не может изменять жене, и так далее. Они пошли в детскую литературу. Вот два писателя у нас остались, на мой взгляд, очень недооцененные, хотя, вроде, мы их очень любим. Это Женков и Евгений Шварц. Это писатели огромной силы, но они попали целиком в рамки Жго. Только у Женкова, когда он в этой замечательной детской редакции, редакции Девиза, у Молшака, был, тоже, воспоминания Шварца, когда ему что-то не нравилось, он говорил, переводно. Они мечтали писать народным языком, чтобы язык звучал, как устный, как сказ. Там была своя задача. Вот она была такая очень важная задача. Сейчас все переводно, понимаете, и даже, иногда, когда пишут даже наши писатели, русские, это звучит переводно. Я тоже некоторое открытие маленькое сделала лет 10 назад. Вдруг там я нашел, что у нас, у филологов, у всех было совершенно ясно такое понятие «работа над словом», что писатели все работают над словом. Мы приучались с Филфака, что если у Чехова переставишь одно слово во фразе, то исчезает мелодика фразы. Даже самые умные словесики в школе это объясняют. Это исчезло. Это не значит, что у нас плохая театра, у нас есть замечательный писатель, я и высоко ценю сегодняшнюю театру, особенно поэзию. Поэзия никогда такого не была на расцветах, как последние 20 лет. Но это особая тема. Так вот, понимаете, над этим как-то стоит задуматься, что исчезло. Они не работают так словом. Они заняты чем-то другим. Вы можете переставлять у любого нашего писателя как угодно слова, ничего не изменится. Я не говорю, что они плохие. Просто исчезло это понятие. Значит, идем дальше. Масса деревенских вот эта, придет серенький волчок, хватит дочку за бочок и так далее. Масса, такое огромное количество этих было корыбельных, что просто я их все могла бы, конечно, воспроизводить. Мы были окружены народной музыкой и народными словами. Мы были с детства окружены, мое поколение. Кому удавалось? Думаю, что многим. Потому что мама моя говорила, это вот она, я-то лево, говорит, привезла из моего села. А вообще, говорит, можно выйти на улицу и через 20 минут взять домработницу из села. потому что 50-е годы, во второй годе нельзя, потому что бежали пиком из колхоза. Все очень просто. Поэтому наполнялись городские детские комнаты, детские в смысле, в квартирах, если у кого сохранилась она, мало у кого в коммунальных квартирах сохранилась. Короче говоря, дети слышали деревенские песни, деревенские корыбели, деревенскую речь, потому что города были набиты сбежавшими из колхоза женщинами. Во всем есть свои, ну как, во всем есть свое, потому что так устроена жизнь. Вот, очень плохо, что ссылали из Ленинграда в Сибирь, да? Но Александр Чудаков учился в маленьком сибирском городе 20 тысяч населения. Капчетовская область, теперь это Казахстан, но это такая наша самая настоящая жизнь. Трое медалистов, друзей, как назвали мушкетеры, поехали безо всякого блата, безо всяких родителей в Москву. С первого раза поступили один на физический факультет в МКУ, другой, как мой будущий муж, вместе со мной, мы не знаем друг друга, на Филбак, третий в геологоразведочной. Почему? Преподавали в школах доцент Ленинградского университета собственные. Я не хочу сказать спасибо товарищу Тайну за детство моего мужа, но во всем вот здесь такие штуки. И кроме колыбельных, что я узнавала из уст моей няни? Частушки, которые больше деревенские, ниоткуда нельзя было узнать, приведу только одну, потому что времени нету, нет, две даже. Один мой коллега сказал мне, генозис этой чашечки послушал, говорит, да, все понятно, сейчас скажу, она меня на коллегах подбрасывала, сидела я, опа, опа, Америка, Европа, Америка, культура, а ты Европа, дура. И вот мой умный друг сказал, что да, возвышение Америки, начало века, идет возвышение Америки, которое вовсе не было в конце тех 20 века настолько, восток Америки, которые были, и вот. А вторая, явно, ну, не явно, сто процентов, до 27 года, Ленин Троцкому сказал, хотите, я уж спою, извините меня, как пела моя, пойдем, Троцкий, на базар, купим лошадь, калию, накормим, пролетария. Вот это все, так сказать, из Европы я слушала. А дальше, уже перед самой войной, вот сильнейшее впечатление на всех всегда было от этих песен. Нас утро встречают в прохладе. Давно расстрелян автослов Борис Корнелл, а песни поют гениальной музыкой нам известной. И широкая страна моя родная после цирка первую строчку по легенде придумал Олешик. Когда Ленин смотрел с ним совет, понимаешь, мне нужен вот такую вот песню, мне заказали такую песню. Гениальный Олешик, он был человек, как если царство и невеста, человек был неумный. Неумный. Но свет талантливый, в чувстве слова, пошла цирганская девочка, похожая на веник. Все, больше ничего не надо. Вырисован одной фразой и наемка. Понимаете? И он ему сказал, да, такая точная легенда в Азиатуре. Да, тут нужно что-нибудь вроде широка, страна моя родная. Вроде бы он дал ему первый стакан. Но что я хочу сейчас сказать уже к вам непосредственно имеющие отношения, и хочу, чтобы вы над этим подумали, додумайтесь до чего-то гораздо больше, чем я. Я считаю, что Шостакович и Дуноевский сыграли ни с чем не сравнимую роль, сумев заслонить в своей гениальной музыке песенами, именно песенами, в первую очередь, разорение деревни, колыму, Магадан, террор, миллионы смертей. И когда сегодня, говоря, какое было прекрасное, сталинистов достаточно, такое было прекрасное время, они не это время вспоминают. В них в голове звучит, носу встречает прохладу. Вот я в этом уверена, что они, как и наши великие актеры и режиссеры, сыграли потрясающую роль в этом отношении. И у нас вспоминают, сами не отдаваясь им этого отчет, те, кто ужасно любят советское время, они это вспоминают. Гениальную музыку, гениальную игру. Так что подумайте, вы можете додуматься, до чего. Есть хорошая очень книга, рано скончавшаяся отправка Татьяна Чередниченко, там она пытается это анализировать, очень интересно, на мой взгляд. Но, конечно, дальше надо этим работать. Если бы кто-то в музыке написал такое, как музыка заслонила таро, вот так, даю название книги, как музыка заслонила таро. Или великая музыка, точнее сказать. особенно песенные. И, кроме того, песни, если говорить уже о словах, а то уже не последнего разбора люди писали слова, нередко, не все, только лебедю ходят, то песни держали язык, там были прекрасные версии, вообще слова, они держали язык. ну вот, ну, естественно, песни, если завтра война, если завтра поход, полно было этих песен, которые говорили, что шапками загидаем, они всех очень вдохновляли. Тем сильнее было удар, я думаю, что в плен сдавались люди, в плен сдавались, чтобы вы так знали, а то у нас сейчас историю очень переворачивается, так было, как говорится, вот, к сожалению, глубочайшему, ни Канады, истории России подобного не было. Крепостные во время войны 12-го года не сдавались деревнями, а у нас сдавались дивизиями, с командиром, со знамием первые месяцы, среди прочего, потому, что люди были ошарашены разницей, глубочайшим контрастом между тем, к чему их готовили, как мы шапками загидаем, мы врага разобьем на вражьей земле, мы врага разобьем, малой кровью и каким-то, уж не помню, ударом. Важно напрашивать. И когда мы увидели, что в Смоленск вошли, извините, в июле, Минск сдали через 10 дней, то люди, конечно, были просто полностью ошарашены. Мне отец рассказывал, он-то для него после войны, конечно, когда я подразделил, он ушел в 40 лет, три недели добивался бронюшник, он был заведовал сектором, его четверо текло, пятый ожидался, он ушел в ядону пехотинцев, прошел всю московское движение, весь Сталинград полностью и все Курскую Дуку. Фронтовики поражались на такое, вытрулся живой. И вот он говорил, говорит, первые месяца два пошли на то, чтобы солдатам грушить, что перед ними враг. «Да нет, говорит, наверное, поднимутся, скоро немецкие рабочие, и все нормально будет». Ну, поймите, многие не обсознают это, после факта 39-го года обменивались на Гитлер и Сталин, на первые столицы правды, они где-то там секретно, совершенно секретно обменивались поздравительными письмами с днем рождения друг друга поздравляют. Люди открывали газету, что, не одобряете? Я на вас смотрю. Не одобрите для выраженца, нет? Напрасно очерняю, может быть, а то сейчас очень много, вполне допустим. Очерняю, может быть, я. Мне смешно такие, когда пишут, бог знает, что это. У меня двое воевали. В 2043-м ушел старший брат. Из 40-го медкомата ушло 300 мальчиков 25-го года рождения. Их отправили всех с копей учиться. Два месяца учили на младших лейтенантов. Я еще удивлялась, почему не отправили сразу рядовыми? Пока до меня не дошло. Полно было людей без образования 18-летних по стране. А москвичи-то все были со среди в образовании. Им была прямая дорога в офицеры, младшие лейтенанты. Офицер, когда слова не было, младшие лейтенанты. Ну вот. И когда он вернулся уже после победы над Японией, он пошел в наш Саконевский военкомат, нашел своего товарища. Да, он мне сказал, главное, мы два месяца учились, мы знали друг друга по именам, 300 человек. Еще потом вышло некогда. Я у мужчин спрашиваю, как это может быть? А мне мужчины в прикосновенной карме смеясь отвечали, да что вас удивляет? Поверка каждое утро? И все. Все 30 человек себя называют каждое утро. Ну, конечно, напоминаешь за два месяца. И он нашел Зайцева, как сейчас помню, своего, так сказать, товарища. Они пошли к сколько-то, скажите, сколько нас вернулось из этого набора 300 человек. Их очень хорошо встретили, Сталин еще не растоптал тут-то реку, еще до этого полтора года оставалось. И они стали приходить, через два-три дня мы вам все скажем. Они пришли. Вот вам факт, если вы будете с вами говорить, какой великий был командующий Сталин. Факт стопроцентный. Мой враг. Им сказали, из ваших 300 домой виноват трое. Они двое, еще один. Потом я искала статистику, абсолютно все точно. Один из 100 набора 23-го года, 24-25-го. Так можно воевать. только не надо называть таких великих командующих. Ну как Виктор Петрович сказал гениально потом из последних интервью. Я к ним очень хорошо относилась, он все признался полностью. Свои так называемые ошибки севериманами, если бы у нас с ним были очень довеликие разговоры. И вот интервью за два месяца наверное до смерти. Виктор, Петрович, кто лучше воевал, немцы или мы? Конечно немцы. Виктор Петрович, ну как же мы тогда победили? Он не забуду его выражение лица. Такое, знаете, как у сибирского зверя, он ощерился, что-то. Как? Мы немцев трупами закидали. Почему? Вы представляете, если бы охранников забрали, закрыли лагерей, часть лагерей, отправили бы людей, не просились политически, которые бессмысленно сидели без вины на фронт, и охранников в Мордатах, но не погибли бы мальчики 18-летние. Значит, видишь, так наша устроена жизнь, что бы неволить тебя уводит бог знает куда. Хотя собираешься совершенно другому, говорится. И вот в 60-е годы, в 70-е уже войну, конечно, на всех устах была священная война. Вести замечательные, хотя слова стопроцентно на по большей части взятые у Бодэ, тут нет вопроса. Целую историю мне некогда рассказывать, я их все проанализировал, понимал, почему это было нужно. 16-го года песня. Дочь потом сказала, что она отправила специально кемчукова. В общем, ему это помогло, написать. Но песня все равно, можно сказать, великая получилась, кто бы тут не участвовал. Священная война звучит. И кофе не дальше, после войны, уже сыграла роль, ту роль, которую играли, ну, в общем, для нас была огромная роль самиздата в 60-е годы уже. Ну, несколько слов о семье, о музыке в нашей семье. Это интересно тоже, потому что наша семья и презентирует какую-то значительную часть советской жизни. Мама была из Суздале, папа из Аула, сын царского офицера из Аула под Дерментом. Вот. 5 детей, мама говорила, если бы папа не ушел на хрон, мы бы еще на рожали. Как мне тут недавно с феминистками нечаянно в интернете сцепилась, получилось так. И касательно моих фразов, что я убежденная антифеминистка, так они на меня напустились, я не знаю как. Вот. Если бы не феминистка, вы бы читали 6-и или 8-и восьми детям Библию и вышивали так. Я говорю, 6-8 детей, это очень неплохо, у моих одетей было 5, и мама говорила всегда, что вы рожали в общем. Вы напрасно мне этим грозите, что ли? И он, не важно. Так вот, ей до войны, она дружила с дочерью Лепешинских, академик Лепешинской, которая академика своего зазря получила, она, мама ее тоже очень любила, это все было подделка полная этого живого вещества. Но очень симпатичный был человек, расскажу маму, он подсеремон Лепешинский, приятель Ленина, он умер в 46-м году, но он был человеческий, очень беспроводительный. Ну, например, он про Сталина, где сразу сказал, я, как я была свидетелем, Палач сел на трон, в семейной обстановке, так попросту. И когда Сталин его приглашал на какое-то заседание в Кремль, он посылал сказать, что он болен, и нарочно, это его единственное трондо было, шел в столовую в Кремлевскую обедусть. Ну, не тронул его Сталин, боялся чего-то, высокий очень был. Я его помню, потому что я в 3 года, в 4, до времени туда ходила, играть со своим ровесником Владимиркой. Вы его видели, многие из вас, в фильме «Сельская учительница», он мальчика играет, «Попа шел уже ради Бога», «Небо, ельника, песок». Был такой фильм, «Морецкая играла» здесь включительница. Ну вот, и там у них был широкий круг, всякие профессуры, и они считали, что мама прекрасный конус, и отдали ее профессору, он ей ставил конус. У мамы уже было трое детей, чтобы пойти куда-то. Он ей сказал, «У вас прекрасный конус», поставлял ее с собрана Большого театра. Ну вот, конус он ей действительно поставил, и мама прекрасно пела, но она никуда, конечно, не пошла, потому что, когда она победила, одна из трехсот человек прошла с двумя уже детьми в музей, в школу студии МХА, у Качавова, он говорит, последний был экзамен у Качавова дома, и она ведь изображала Катюшу Маслову, как она бежит за поездом, уронила у него ширму, вот, и он сказал, «Деточка», у нас это было семейное, это проект, ценность, «Деточка, когда вы родились и сдали первый крик, вы уже были актрисами». Ну, а папа мой хотя бы он кончился билет, был очень интеллигентный человек, он все-таки борется, а это не девается полностью, потому что он сказал, «Пожалуйста, если ты хочешь кривляться у нас в тайне, хотя, повторяю, это был интеллигентный человек, иди, только детей я отправлю на местону, ты ее больше не увидишь». Так что пришлось, увы, хранится до сих пор приглашение на занятие дома, стеркнутая бумажка. Ну, и оказался такой же голос у нее, тоже, она была очень талантлива, я ей всегда говорила, «Мама, ты в талантливе, нас всех пятерых вместе взяты, хотя в нашей нищей семье, послевоенной, я думаю, у родителей оказался, это, повторяю, то, что я сейчас скажу, это не нам бахводьба, а только про родителей, я говорю, многие, я думаю, меня правильно поймут, нищей семье, где масленку стали ставить, когда я учечилась на втором электричестве курсе университета на стол, а так только могла мама мазать очень тонким слоем, абсолютно нищей семье, три доктора науку, родители, два академика, я считаю, в КПД ничего, поэтому, когда семьи говорят, что нет денег, вожать детей, там их образовывать, воспитывать, я пока смеюсь. Так же, как когда приехал, вот повторяю, мой муж поступил на Тилфак, когда говорят о сегодняшний конкурс, то я тоже смеюсь, ну, сегодня так трудно поступить, я говорю, такого конкурса, как у нас, у вас, и оно не было, ну, как это, какой у вас такой конкурс? На Тилфаке, год, когда мы поступали, конкурс медалистов, мы проходили собеседование, а если бы мы завалили, у нас было хором, мы могли сдавать научные основания, ну, конкурс медалистов, было, ребята, дамы и господа, 25 человек на место, я не думаю, что сегодня где-то побольше конкурсов, как мы поступили, никто не знает, мы сами не знали никогда этого, как мы сумели поступить, вот, и, поэтому, так сказать, вот тут есть, 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 есть чего сказать тоже, я когда говорила маме, что мама, ну, как же так, ты талантливый, нас всех поистинь взят, не жаль, ты не жалела, что ты, да, единственное, в чем она себя проявила, это у нее есть книжка, она написала книжку, в 48-м году, записки матери, просто как воспитывать детей в многодетной семье, был оглушительный успех, и она получила, потому что таких не было, людям не объясняли ничего, как воспитывать детей, о другом были мысли, как воевать в Корее, там и прочее, вот, и ей дали время Лушинского, и она рассказывала, какие ей письма слали, да, потом я много раз ее издавала, расширяю все время, и последнее издание было, в 86-м году, просто счастье, знаете, в России, женщина назвала книгу о своей семейной жизни просто счастье, это большая редкость, женщина, которая двоих ждала с фронта, каждый день считает, что убили или отца, или мужа, или сына, вот, и я встретила, в последние годы, встречаю в интернете людей, которые читали, и даже она на них очень подействовала, ну, привезу только одну маленькую, примерно, она говорит, я столько писем получила, одни из Владивостока, молодая пара писала, как мы вам благодарны, у нас другая жизнь началась, потому что, у нас двое детей, мы их кладем в комнату в другую спать, открываем корточку, чтобы они, в свойстве свежий воздух был, но они же раскрываются, и мы всю ночь, а мы еще учимся, мы всю ночь ходим в эту комнату, натыкаясь друг на друга, сонные, не знаем, уходим учиться не выспаться, когда мы прочли у вас, что вы привязывали своих детей за четыре уха, где я, мы ненавидели это, но терпели, вот, то у нас началась другая жизнь, мы высыпаемся, мы хорошо учимся, и дети хорошо спят, вот такие вещи, она рассказывала простейшие вещи, ну, я хочу сказать, что она, каждая, на каждом семье, да, и она мне ответила, я говорю, мама, не жалеешь ты, что ты вот так не реализовалась, потому что она говорит, ой, это литература, это самая худшая, потому что я умела, вот это мне были, и она ответила, как, наверное, многие матери ее поймут, что ты, мне такие талантливые дети, как я могу жалеть, что я им отдала свое время, так что она, правда ли сказала, нет, но вот так она мне ответила, да, какие она пела романсы, это, я думаю, вам интересно, вот, белые, влевные, нежно-тушистые, наверное, многие знают, я же не могу петь, я бы пропела вам, но неудобно, вот, одну песню, я нигде не могла найти, наконец-то шла, случайно, бог знает где, вообще, в далеких местах, в камнах, у русской женщины, которая там давно живая, пела, она оказалась розовой, она оказалась розовой пушинкой, когда мы посещались на катке, ну, кто знает, ты навести руки, такая замечательная, ну, попробуем пропеть, чтобы хоть что-то, извините, у меня, конечно, то есть, я, как говорят, есть слух, а есть память музыкальная, слух у меня есть, я слушаю, когда фальшивец слышу, а пою, конечно, фальшивец, она казалась розовой пушинкой, когда мы повстречались на катке, она в ту ночь приснила с ней снежинкой, там, красавица, волшебницы, худея снежинка, короче говоря, это был очень даже соеный романс, исчез, я сейчас скажу, я нашла, к кому она вообще восходила, по своей манере, моя мама, потом я обнаружила, случайно, к одной из известнейших, того времени, начала века певицы, дальше, вот это она очень любила, «Емщик, книга, не лошади», «Мне некуда больше спешить», или «Гайда, тройка, снег пушистый», она пела в школу совершенно абсолютно вслухом, прекрасная сопрано, и мы ее, конечно, заслушивались, и я поняла потом манера, это была манера пьянцевой, это ее в школу была, вот, и, наконец, студенческие наши годы, ну и все были покорены бригантином, она тогда появилась, понимаете, появилась все это, ведь не было, вот эта фронтовая поэзия молодых погибших там, она, наверное, очень малоизвестна, тут она, только после смерти Сталина все это начало прорастать, вот, или, полно было шуточных студенческих песен, «С вами, мальчишки, с вами пропадешь, с вами, хулиганами, на каторгу пойдешь, или там от писателя русский, знаменитый, Лев Николаевич, что-то, да, мне еще, ходил, не мытый, не бритый, в одной рубашке, уж не помню, какой, вот, и на полочке лежал, чемоданчик, на полочке лежал, чемоданчик, на полочке лежал, на полочке лежал, на полочке лежал, знаете, чемоданчик, а ну-ка убери чемоданчик, а ну-ка убери чемоданчик, а ну-ка убери, а ну-ка, корм пелика, убери, а ну-ка убери свой чемоданчик, а я не уберу, и так далее, дальше, а я его выкинул, моножка, ну и так далее, а конец у нас филологический был, А это был не мой чемоданчик, а это был чужой чемоданчик, а это был не мой, а это был чужой, а это был Зазумий чемоданчик, заместитель декабря. Вот это все было там очень шоколад. И, конечно, дальше консерватория. Мой будущий муж, мы подружились, соответственно, в курсе, мы приехали на четвертом, приехавшись на маленького городка, он приехал с таким знанием музыки, с которым никто из москвичей не мог сравниться. Я спрашиваю, ну как же так, ты не учился музыки, он горел в радио, каким-то образом он сумел получить потрясающее знание музыки, музыкальный музонин. Правильно, Иосиф, это возможно? Черная калилка, по ней шли ежедневные трансляции. Не говорю о том, что он даже знал наизусть, можно сказать, постановку МХАТа, театр, театр микрофона. Он говорит, ну как, да вы не знаете, я сидел, не отрываясь, слушать. Но как он дал музыку, и он очень изменил мои вкусы, потому что я, вот сразу, конечно, с первого нашего семейства, первое, что он делал, он побежал в консерваторию покупать абонемент во второй амфитеатр. И это было для него, все было приоритетно, и недаром он, в 19 лет, потом получил язву, ембушескую язву, так называемую, очень тяжелую, лечился. Уже вот, потом, через несколько месяцев мы поженились, и вовсюх лечился в больницах и санаторий от голода. Потому что он тратил деньги на казеваторию и на книжки. А еда у него была, он тогда, оказывается, я только недавно знала, что это Хрущева было распоряжение. У нас в столовке студенческой стояло на столах хлеб. Вот этот, который раньше был по 2,90, или нет, по 2,20, кажется, вот этот, каравай такой, по полу, он белый, но такой, немного сероватый, мой любимый, теперь его нет. У нас стояли с Ивана Тямина, он говорил, я брал еще до того, как мы встретились, потом я его уже стала как-то подкармливать. И моя мама у нас спрашивала, как у вас такие щи получаются, зачем-то? Она ему отвечала, веселаешь, с любовью, с вами, Сашенька. У тебя был ответ свой. Она говорит, я брал венегрет и кисель, а хлеб на столе, вот это был мой обед, на большее не хватало. Ему посылали, у нас была стипендия 190, 100 рублей, мы посылали на 10 лет. Когда сейчас говорят, что, а, вот тебе не хватает, у тебя пендии должны подрабатывать, никогда не хватало. Мы елки-будансу нашему складывались, когда поняли, что он ходит в теннис и в тапчиках зимой на лекции, мы складывались, потому что он жил только на стипендию, мы не могли родителям писать, мы складывались, чтобы купить урматинку. Стипендий не хватало никогда, кто не жил дома, тот должен был что-то придумывать. Вот. И, ну, когда мы уже познакомились близко, то я с ним стала туда же ходить. Но он перейдил мои вкусы. Я любила фортепиана и любила, обожала Рахманова. Он меня втянул в симфоническую музыку, как и было. Ничего не говоря, просто само так еще. Второе, вот интересно, просто, может быть, это зачем-то интересно. Я была полностью повышена Бетхомена. Моцарт, я была очень, пока я, как уж вырастется по себе, ну, я была очень слишком серьезная и серьезно-церевленная. Для меня Моцарт был, казался в те годы, в 16, 17, 18 лет, слишком легковыслив, это весело. Я его так подвескала. Для Саши было, для моего мужа было два, плохо. Пушкин и Моцарт. Вообще, вот, мы, конечно, не одни ходили в консерваторию, туда ходили люди, у нас нашего вкуса. Но вообще, вот, видеть, что такое, вот, не знаю, как сейчас, конечно, вот, не могу сейчас сказать точно, как молодежь относится к классическому музыку, но когда мы сидели в консерватории, уже стало, вот, как говорится у меня, в Савыгры, первые звуки, все, для него исчезало все. Я уже даже иногда просто не на оркестр, смотря бы на него. Полное погружение. Удивлялись те, кто музыковеды, насколько он знал. Если одно и то же слушали, потом обсуждали, я это не могла бы заключаться. Он говорил, а вы видели, первая скрипка опоздала. В какой-то момент. Не учился музыке никогда. И вот Моцарт, он полностью меня, он мог напеть, насвистеть, свистом чаще. Наверное, половину оперы любой Моцарт, а если не больше, просто не было времени свистеть больше. И заняты его сочинения, что-то, да, он все это наизуально. И он меня перестроил в отношении Моцарта, я полностью покорилась этому. И, конечно, Чайковский для нас был, ну, действительно был божецом, что называется. И потом все-таки при нас, при нас произвел фуру Ван Кривен, но это, что касается музыки, тоже не забудьте. И что касается личного, личных встреч, вот говорил мне Владислав, хорошо мы про мои личные встречи. Конечно, у меня мое общение было больше все-таки филологи, поэты, писатели. Как вы понимаете, везде проверили высокой руки, которые всегда оставались, не нам, Григорьевич Огс, подскажем, да даже быть сердечный хочу, вот, но нескольких, я знала, например, я была в нескольких советах, я была в президентском совете, в таком самом нам считалось, очень высокий, как меня сопровождал, Сатаров провожал меня там, я додумала, что в нашем году, через гнездо совета должны поехать. Я говорю, вот бы было хорошее дело, все равно идет передуборная кампания, давайте сделаем, чтобы члены гнездо совета, это были, знаете, как Гранин, Собчак, такой был уровень, поедут в самые далекие места, в страны, и что-то, куда заведомо не попадет Гейцер, и сделают там для людей что-то хорошее. Сатаров, Георгий Александрович, многие, наверное, знаете, вот мой помощник, когда Гейцер, он говорит, ой, замечательная мысль. А что бы вы считали бы сделать? Я говорю, я давно знаю, что. Я хотела бы отвести книги, изданные в последние годы, мы только в эти годы издали Мандельштама, Махматулу, Пастернака, о чем мы мечтали, вот, старшие знают, вот, туда, куда книги с 90-го года не попадают, в школьные сельские библиотеки. В сельские школы. Ну что же, Гейцер, замечательно. Я все это проделала, там, в Сюбышской библиотеке, у них уже были даже подобраны, это я сделала. Расклад у меня получился минимальный, сегодня эти цифры звучат просто стихотворно, а я, как говорится, обслужила три огромных области. Я выбрала себе для поездки Тюменскую, Самарскую и Республику Алтай. Просто для интереса, думаю, край земли, и такой красивый, да. И когда я, значит, Сатаров тут же позвонил в Министерство обороны, и вот он был очень хороший орган. Почему? Потому что я совершенно такие объемы книг, можно вести только на военном. Я прилетела в Новосибирске, это уже был мой третий пункт, значит, Тюмень прошла, военком замечательный там вот, как моя приятельница, которая со мной туда ездила помогать мне, и мой бывший студент, на которого я, он мне позвонил, я его и спросила даже, Василька Лисова, Ваня Бессона. Ну, я думаю, он у меня вышел в сборник, вы помните меня? Я говорю, ну как бы, мне вас не помнить, Ваня. У меня был такой студент, я смог бы сказать, поэт. Ну, я в театрный институте, который, мне достаточно было сказать строчку, неважно, Ходосеевича, Тюрчева, как он на своем месте, начинал губнить, целиком все стихворили. Ну, я таял. Я его изобразил. И когда он мне позвонил, у меня вышел в первой республике, там одно из тренировок посвящено, можно я вам подарю, приеду? Я говорю, Ваня, ну и так, я, конечно, вас приказмую, вы опять лет не виделись, вы за это время не приобрели дурных привычек русских мужчин? Он несколько секунд подумал, он понял, сказал, да нет, вроде нет. Я говорю, давайте со мной, поедете со мной, чтобы тяговая сила была, у меня будет много чеклик. И он поехал, вот он поехал. И вот Ниночка моя, приятельница, Палаша, говорит, Маш, Маша, это были это, почему полковники в Тюмени, такие хорошие, а в Москве такие противные? А там был военков, значит, у нас принимали, это невозможно, мы в Тюмени выгрузились, хотя, ты на меня в сердце не относишься к делу. Ну что вы, все относится к самым прямым образом. Стена Хрисовна Корея, бог знает о чем. Я сейчас даю до мужика, напоследователь. И мы выгрузились, наверное, а моя Нина говорит, ну вот уже, газик стоит прямо на поле летном, и какие-то военные. И вот смотрю, стоят два генерала, два полковника с цветами. И я говорю, да, боюсь, что это какой-то... Слушай, я к ним подхожу. Член Тюменского Совета, да, я говорю, мы вас встречаем, все. А мне Сатаров, к чему я говорю, предупреждал, имейте иду, мне это момент. Как же нет Тюменского Совета, то выше любого губернатора. Я говорю, поздно переучиваться. Я одинаково совсем взяли, ну так, что уже так буду, как и есть. Ну там они нас прекрасно принимали, и военком рассказывал всякие байки. У меня, когда я в дивизии командовал, у меня был заместитель, он говорит, каждый день решал тяжелый вопрос. С какой периодичностью пить? Каждый день тяжело, а через день дома ждать. И еще у него был грузин молодой, он когда шел, променял свою, значит, дивизию, там было мануэкзин. Я это в свою книгу, детский детектив, в дела ему, что Женя Осиркин, целиком ставила, ну, расцветит несколько. И я говорю к нему, ну, Жора, красавец, такой смуглый, эрумянец такой, усики. Ну, Жора, как служится? Очень хорошо, товарищ, товарищ полковник. Маме, даму, тебе листья написал, мама, все, что напоминает листья, сжигай. Мне это очень нравилось, потому что он напоминает люди, сжигай. Так вот были, президентский совет был, такой вот самый высокий, считалось, и был совет по культуре при президенте, но потом я была членом комиссии, одновременно членом комиссии по помилованию, каждую неделю в созидании, но член совет по культуре там были. Вот я познакомилась с людьми, Владимир Дашкевич и у Насурга, если мне не изменяет память, что именно там я себе говорю, и Николай Петров, конечно, бесподобный пианист. И вот они были, мне интересно то вам донести до вас, что я-то их знала больше с человеческой, ну, знала я их, конечно, я знала музыку Дашкевича и знала игру Николая Петрова, но я их все-таки видела с человеческой и общественной стороны. Могу сказать самые высокие слова об обоих. Вот все, что могу сказать, донести до вас, и на этом я закончу свои скупные воспоминания о музыке. В Гамбурге я познакомилась со скрипачом Гугоцкой и довольна с ним, так сказать, там преподавала Гугоцкая, я туда приехала, и мы с ним много беседовали. Он рассказал одну вещь, которую я потом воспроизводила, когда в 88-м году в Номерии, в 1-м, 2-м, 3-м номерии, стали печатать доктор Живак. И мне мои друзья, московские многие, у нас же все равно с написанной интеллигенцией нашу вызвала жена. Ну, говорит, ну что, ее все знают, доктор Живак. Кто все? И приводила им рассказ Лубовского. В 74-м году он с гастролями был в Новосибирске. Говорит, ну какая у меня была аудитория? Сами понимаете, что половина аудитории это преподаватель музыкальной школы. И потом, говорит, меня поехала одна преподаватель сопровожает на аэродром. Мы с ней сеяли перед самолетом, значит, на этом аэропорту. И я открыл ей доктора Живака, естественно, там, что его издание. Там, где относится к музыке. И мы с ней стали это обсуждать, эти страницы. Она не читала. Я ее... Она тут же при мне прочитала. Все, я закрыл, уехал, улетел. Прошли годы. Я с ней встретилась с этого, ведь так получилось. И она рассказывает, что к ней, как только он ушел, подошли тут же, в Моносибирске, сказали, пройдемте, гражданка. И ее мучили много недель, требуя, чтобы она отдала там издат, которые она получила от Туботского. Она говорит, я ничего не получала. Все, что я видела из его рук, это книгу. А, значит, не могли этого добиться, но все равно хотели, чтобы она заплатила за свой разговор с Туботским. И она заплатила тем, что ее выкинули из очереди на квартиру, которая настояла 10 лет. Вот на такой я трагической ноте закончу свою музыкальную и свой рассказ. Все. Я кончила. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вам ничего плохого не рассказала. В связи с чем рассказывала. Может быть, какие-то вопросы будут? Вопросы? Вопросы? Я тогда ближе по-другому. Подойдите, что вы расходите. Мне сказали, очень интересно вы рассказываете. Думаю, просто не говорите вопрос о том, что вы не знаете. Вы такую фразу в моем творчестве и то, что вы очень изменялись в этом. Видимо, ваше отношение к вашему творчеству. И это то, что вы такое, может быть, не знаю, про что? Про что? Может, про ваше творчество, но и творчество. А, про что? Еще у меня вопрос такой. Да кто вы хотите знать, кто работает? Ну, что вы не признаете? Почему вы не признаете? Вы не считаете? Это так же, как слово кушать. Когда человек говорит, я кушаю, так нельзя сказать. Можно сказать про ребенка или другого. Кушайте, кушайте, гости. Какой он тоже был анекдот после военной. Мама его очень любила, он сказал, кушайте, гости, кушайте, ну и жрать. Вот кушать нельзя говорить, кушать нельзя. Я говорю, есть мое творчество. Я могу говорить ваше творчество, но мое творчество я не знаю. И еще хотела вас спросить, зачем вы сейчас работаете? Мы для работы на несколько вещей сразу. Главная моя работа, над которой я, к сожалению, меньше работаю по причине, не личной лени, а по причине нашей ситуации, главная моя работа, которая, я надеюсь, это осуществить, вот когда из-за извините, я сама реклама говорю, но два года назад мои другие, я совершенно, я отрицала это влюбление, надо издать там мою честь с Богом. Когда мне вручили Натальяновскому, Натальяновскому, я сказала, я не смогла не придурить, я считаю, я еще не вытоливала главные свои задачи временные, поэтому я никакого с Богом не заслужила. а еще там были четыре статьи, значит, которые лично обманывали, Сергей Кондревский, который уже любил, и я тоже сказала. Вот тут так изображается, что у нас простая честная жизнь, которая нормой, да, там, для человека, нормой, уже считается, вот в Пушкина есть заметка о Хармсине, подвиг честного человека. У нас переписывается, как тот честный человек, так сместились на скритерии. Я говорю, нисколько не вина, даже нисколько моей заслуги нет, волокновенной моей честной жизни, как и всех моих сестер и братьев, просто потому, что я говорю, у меня в процессе, когда я читала эти дефираммы, то мне дошло, что у нас отец борется, если бы он узнал, что кто-то пустил бесчестный из двух детей, он просто, вот поверьте мне, на слово, я в прояву своих еще тогда живых, не знаю, поверьте, на слово, он выиграл бы из дома, не досмотрев на маму, не пустил по обратному, поэтому это не наша заслуга была, честная жизнь считалась нормой, сейчас, конечно, необычайно, мне задний вопрос в интервью с тобой, как сейчас, когда было труднее воспитывать детей, тогда, когда вас попросили, я говорю, конечно, сейчас труднее, когда вокруг, когда на глазах наших воровство и коррупция, сейчас, вот сегодня буду вечером читать, не хотелось, уже утром было время, когда не хотелось, что ни хуни, наказать, еще какие миллиарды хапнул там, где-то в новом бане, какие-то дикие, уже непоставимые людям, я говорю, они что, 200 лет все хотят жить, что я не поздно не помню, а когда они надеются запрасить эти деньги, и коррупция настолько стала нормой, что непонятно, как детей воспитывать, как им говорить, «ну мама, что такое папа, вы говорите, какая там честность, посмотрите вокруг», очень трудно, очень трудно, у нас ситуация, это трудно, поэтому, я должна и писать, то есть, я вот, не вступаю на эту тему, как говорится, историю, я пишу ее, историю литературы советского времени, концептуальность, не по главам, а писателя, а вот, как произошло, что, как этот процесс, потрясающий, при таком давлении с узуры, как литература выворачивалась из этого, ну, например, наша детская театра конца 50-х годов, откуда взялись потрясающие книги 39-го, 40-го года, после большого террора, и прочее, я считаю, книги, которые классика, Тимуреву Каманда, классика, это просто не понимаю, вот и сейчас, ну, что вы, Савельский, человек, который пишет в 38-м, 39-м году, у него нет слова Сталин, нет слова Партия, нет слова Совестной власти, вообще ничего этого нет, у него все уклеено вокруг, офишеный, буддительный, брак, тебя слышит, значит, если арестовали твоего отца или мужа, ты не имеешь права пойти и сказать, что он сейчас за счет тебя самовыклежит, потому что органы не ошибаются, а тем более, оставляет записку, девочка, когда будешь уходить, с архом непокрепченой, его ругают, его дядя, советский человек, тяну, говорит, ты что будешь, я надо отправить в сумасшедшую, как ты мог, на чужую девушку оставить, то есть, вся жизнь учит бдительности, гоня, учит совершенно другого, он идет на береге, а его читает советский писатель, судьба в арабайщика, дальше, потрясающая вещь, эдитши, пофель, не потрясали того, такой взрыв, кто читал, я думаю, вот я умею, кто читал, тот, кто не согласится, дикой собакой, я всегда говорю, это Анна Каренина для подростков, тончайшее произведение о первой любви, тончайшее, и рекомендую, кто не читал, можете и сейчас прочитать, я читала в своей жизни, перечитывала, пять раз думаю, ну не может быть, может все-таки, не так тогда поняла, нет, все снова так же, Марка страны виде логи, Софья Кантин-Магиевская, полностью решена советчина, читайте, нет печати времени, поэтому вот, значит, у нас началась, венчайший случай, значит, что он думал, вообще литература в своем уме не зависит, от понятия политического строя, недаром придумал, у меня замечательное понятие литературной эволюции, то есть она движется и персонально, и неизвестно отчего, например, ну, то есть вопрос, начать 20-го века, явно падает ценность в литературе для уступающих всякий психологизм, и вся ту личность каким-то другим путем, почему? у меня есть с вами с деньг, но я за него не держусь, потому что оно учится гипотетическое, ну, оно так, даже кривитивно может учиться, что постой, Достоевский, дошли до таких, ну, это, наверное, бывает и в музыке, дошли до таких экземпсихологизма, что тот, кто вступал в литературе в начале века, он понимал, но это все, в принципе, бессмысленно, как в этом мире психологичнейшем. Я только уверена, что в музыке какая же личность в истории музыки, но это примерное объяснение. На самом деле, наверное, вот этот поддельный интерес к психологизму более сложный процесс, чем я сейчас сказала. Или тоже в десятые годы явно стремление отойти от десятых или в начале двадцатых, в конце десятых, от десятых двадцатых лета, отойти от нормативного литературного языка и снова откунуться в разговор. В язык улицы у нас есть. Вообще, в литературном языке время от времени этот момент поступает. Особенно у нас, в России, я, конечно, не так хорошо знаю литературных французских, чтобы определенно говорить то, что я сейчас вам скажу. Я спрашиваю девчон-французов, они говорят, что похожи для права, что той пропасти, которая у нас между устным и письменным, у них нет. Разные, но такой пропасти я говорю, я не могу обучать, я говорю много литературных языков, читаю научный литературный, но литературный не могу полностью. Они не поддержали носители языка. Так вот, я всегда говорю с своей студенткой, ну, представь себе, вы едете с своим молодым человеком и говорите ему вчера, думая о том-то, о том-то, и одновременно там, завязывая бантик, я, если вы употребите 3-3 часа к оборотам опять, он подумает, что у вас температура. Как вообще ты хорошо себя чувствуешь? Или как говорят в американских фильмах «Беспорядки»? У нас такая проблема. Так я говорю, что откуда в 10-е годы вдруг потребность из этой потребности потом развилась уже после революции проза Сочника в языку улицы, а в поэзии в Маяковской, конечно. Откуда Ремисов вводил литературу к портопого вакуума. Что такое берегенский язык? Это сочинители респирают только только и нету неприданочных несложно подчиненных где причастливать все. Вот это более простой. Вот он туда пошел, но вану въехал в Москву на 21-м годы. Уже продолжал работу и там малое дело граждане, а он нормэтном большим. Значит, тоже я могу сказать, откуда, но в виде такого предположения я за него сто процентов не вернусь, дело сложнее, но это тоже играло в свою роль. Бунин, проза Бунина дошла в десятые годы, в конце десятых особенно, до предела владения русским письменным языком. Откройте для интереса дома Бунина, полистайте, и вы найдете в течение пяти-семи минут вы найдете празу, которая тянется почти на всю страницу. Так я говорю? Да. И она, и нас нисколько она не смущает. Вы не окунаетесь, потому что она как лайковая перчатка руку облегает реальность. Он описывает все, ребята. Вот, значит, а что такое? То есть, он достиг некоего пика. Я еще придумала это, должно вам сказать, похвалиться еще в этой кандидасской презентации своей. Куда я включила? Я думаю, правдом не надо. Значит, понимаете, он достиг пика, в его просьбе расцвет самый высокий, русский, взятурный, новативный, новативный, вечер. А что такое пик? Кто на горы лазил, тот знает, что пик – это начало спуска. Так? Дальше, куда делиться? Значит, поняли, что надо искать что-то другое. И вот я потом наслоилась на это поворот к народу мнимым после революции. А все проза Зовченко, так сказать, потрясающая, которая вся на языке пульси. Вот. Короче говоря, у меня там, так сказать, инструментарием будет два понятия главных. Это вектор детеатурной революции и вектор социума, который опускается, он ее давит в социальное давление. И вот что получилось, когда вместо обычного процесса, который во всех странах шел, детеатурной революции, внутреннего развития детеатуры, у нее со страх жизни выставило. Причем сначала было очень просто. Простые требования, они не в тени были выражены. И почему я говорю, что обычно прямой зависимости нет. У нас оказалось прямое. Тогда был издан в конце революции 17-го года декрет о печати, где было сказано, надо наизусть запомнить, но наизусть типа, как говорит сегодня молодежь, это никогда не забыла, когда было покушение на Алексею второго года, и докупления даже нет, то допрашивают очевидцу, она ее запомнила на паршюте. Она говорит, ну да, я вот так ехала, там есть отряда машина, ей типа патриарх. Декрет о печати, в котором сказали, что там, где будет кривитал, существуют устанавливающие строи, когда эти будут закрыты. смысл тот, чтобы закрыть эти знания и мы ясно же не допустим распечатать. Значит, в России существовало масса писателей, которых мы можем назвать такими, даже есть такое выражение, я его сначала сама придумала, потом где-то сведет. Хороший, плохой писатель. У него слабые способности, но он вполне порядочный писатель и старается из-за всяких, неподвес. Хороший, плохой писатель. Значит, таких было полно, они все равно было около двух тысяч журналов в газе, где можно было обучаться. После революции осталось новых 5-6. Так, и до сих пор некоторые новые имеют, там, в общем-то такие. Значит, ну, можно сказать, сама без священного писания, в том, что мы его обидели в новых случаях. Люди всегда могли найти среди. А без среднего поля, так называемого, как Рейнер называлась, снизильное поле, не может быть мачтонблеса. Так нельзя сказать, нет, мы же рассчитываем на то, как у нас спорт растет. Я немножко, наша семья была, так сказать, у нее было несколько близок к любовь к музыке и к спорт. И, ну, в сердце, поэтому у нас для вас спорт еще такая важная ситуация была ничь. И вот, как у нас растет, не будет когда у нас кутбол, пока там, вытервывают, как мотковку, какого-то однобой таких там прыгали, когда в Америке никогда не откроют ни одной школы, и будет не отмешаться. И особенно, я уже раз бы подавал, что нет бассейна. Школу без бассейна нельзя открыть, с ума сойти. Да, конечно, в нашей стране огромные, если бы везде при школах все это было, заниматься ребятами, да у нас мы бы всех за пояс отнули. С вами никто по полю не выходил, если бы. Поэтому, в общем, я, значит, говоришь, вот это серединное поле, оно сразу исчезло после этого текст фильма на печати. Потому что все хорошие и плохие писатели превратились в очень плохих. Для того, чтобы удержаться в литературе, они должны были со страшной силой брать. Все совершенно другое получается. Они только сидели и думали. Есть произведение, которое очень хорошо фиксирует этот перелом в 1926 году на этой обновлении под телевом романов «Права на жизнь» или «Права на бесплативность». Это большой рассказ, который показывает все, произошло. Или, например, очень важное письмо Пастана в 1926 году своей сестре Жозефире Фондаре. Вот такие вещи они вбивают вешку. И мы сейчас поймемте, наверное, лучшие, которые я как-то все вокруг взял, кругом, Пастана пишет. Книгу дошло какими-то тайными путями дошла рука бесцветая поэма «Конца». Он полно потрясения. Он в это время пишет поэму 905-й год. Причем, заметьте, он не врет, он описывает свое впечатление 14-летнего мальчика, он был увлечен всем этим, он пишет искренне, но он сразу все понимает, что такое диктат темы. Темы эти очень поощряются. Тема гражданской войны, тема 905-го года. и он понимает, как распевает писателя это поощрение. Он приводит и не выйдет, но это видно. И он начал говорить несколько слов, которые сразу прокладывают границу между прежней театрой, которая кончилась, значит, дошел бы, и советской, которая уже состоялась. Он пишет, прочитал, такой вещи здесь никому не написать. Теперь я прошу вас думать свои слова. Вы все читали наверное, большинство по имени концерта. Там не слова политики, она вся лирика от начала до конца. Одна любовь несчастна, больше ничего. Понимаете, не то, что нельзя написать политическое что-то, вот что меня в своем мире письмо подготали его письмо подготали. Такой вещи здесь никому не описать. Какое у нас передвижничество, продолжает он, какой ужасный 905-й год по-своему. Но больше я так дальше по этой причине не пойду. Передвижничество. Ну нам тоже это понятно. Понимаете, он увидел, что просто исчезла свобода творчества. Нельзя величество веще нельзя написать. Не политическую там анти. Так вот, а начиналось с простых вещей. Никто их нигде писал. Но после этого декрета печати и после нескольких месяцев полного террора большевистского, который начался сранжев. Я говорю, понимаете, все. Мне даже собой грустно, что почему-то хотелось бы наставить повесить. Ленин был, я все прочитала данную нагуру и все поняла, исчезла. Короче, говоря, на втором курсе, после доклада Руссчева, который я возил зато читать, я кинулся к теме, как добросовестная студентка. Ладно, Сталин понятен. Ленин, читая том за том, я все приняла, не надо никаких дополнительных целей. Передаем человек, для которого цель оправдает сестра. Передаем человек, который летит к своей цели с целеустремленностью пули. Не человека, а пули, для которого люди это шахтов берегутка. И сумасшедшее ослепление меров революции. Есть вещи, которые я не могу понять. Другому я его назвать не могу. Но прожив в Европе 17 лет 900 по 917 год до апреля, осознайте, в Швейцарии, в Бонде, не понять, что не полыхнет, да, будут очевидны, но не полыхнет. Он и считал. Сто процентов это авантюризм в точном смысле. Не ужукательно, а точно. Я вот тоже студентом иногда объясняю, что такое авантюризм? Это когда мама приходит, спрашивает, а где же твои кроссовки? А я их вытяну на помойку. Это почему же? Ну они старые уже были. Только в чем-то кучкаете, а мне бабушка новая тут. Это я расскажу, почему-то это моя байка доходит до студента. Откуда ты знаешь, что тебе бабушка новая купит? Ну я так думаю. Но у нее нет сейчас денег, понимаешь, она не может но мы уверены, что она не будет. Вот там и тюрьмы. Семейный план. Он считал, как только полыхнет в России, пожар перекисло всех. Он был повезен, что в Варшаву когда в 20-м году не пустили Пухачевского. Сказали, это же теперь не скажут кто, как это, непроизносимые имена, не скажут кто, говорит, ну как, ну как, конечно, нехорошо, на этом не. А я не служил в наших лагерях, в своих лагерях, сколько, военантем, сравнивать смерть от голода, плохого вращения, в лагере, и Пух-пух 22 тысячи затылок, это кем надо быть? Вот, я сейчас пишу в блоге своей, вот, уже будет, один блок напечатан, мне напечатан, а вырешили, на фейсбуке, и будет еще два, в данный момент, а как и нет, чтобы хватит уже этих штучек. Как был, стал анекдот скобрезный, вот сюда очень подходит, извините за скобрезность, в моментах студенческие, хватило человек, посетили личную жену, которая его изменяет, на их, специально встала в противоположную квартиру, вот они входят, с любого, она входит, ну дальше, подушили свет, и что, ну, есть эта проклятая неизвестность, вот так, скотынина, у нас был, да, у нас, извините, не считайте, я не свидетель, что я, просто, вот у нас так скотынина, никто ничего не знает, но такая сегодня, не было в стране, что в суде, ни в гениальном, не в гениальном, не в гениальном. Сейчас, что, и в Вениск, книги оправдывающие, Жданова, Сталина, жизнь, и в гениальном. все время, Иосиф, ну, все время, только, ну, хорошего вала, да и знать, что в своей стране это произошло, но надо признать, куда деваться, таковы факты. И, еще не знаю, давайте я уже закончу это. В общем, я вот это надо написать, как, несмотря на дикое давление, литература, тем не менее, это никогда не забуду, я преподавала, в Сенфорде, делала курс по Амбулкану, когда за четвертый курс, потряслась, когда первый раз туда, мама, подписаться на американцы, потому что, это совершенно особые, конечно, люди. Они пришли, они ничего не знают, в четвертый курс, как бы они ничего не знают, я им дала всякий список вопросов, приходят через неделю, ну, прямо, еще в этот 23-23, через неделю, Бог знает, что знают. То есть, задают вопрос, интересные у них соображения, они работают, я сравнить могу только с самолетом, самолетом, выруливает, на взлетный пол уже, тихо-медик, встаем под этот пункт, и включаются дверцы, вот так включаются американцы. Я специально ходила в кафе студенческое, смотрите, как они работают, сижу на колодесе, кафе, они сидят со своим, чаем, со льдом, когда приехал, говорю, что у вас праздник, кто-то там не срочет. Я говорю, две вещи, там уже только вошла в аэропорт, там таможня, все пишут, все в руку, ну, две, три четверти, там, ну, не знаю, почему, так, слушатели такие, низкого уровня, все пишут, и включим, вот, и второе, чай с огонь, чай может быть, только двух видов, 90 градусов, по-русски, чай с огонь, вот, это, конечно, да, вот, они сидят, сидят, три часа сидят в кафе, со своими, то, что, видимо, ну, поглядно, у нас этого быть не может, они сидят со своим, другом, уткнувшись, это, вокруг них их однокурсники, их друзья, никто не отвлекается, никто не тридится, что называется, сидят, углубленные, они решили работать, иначе они не будут, ну, потом, у меня, половинка же, ну, что будет, 25 тысяч долларов за год, и у тебя, честно, в любой момент, скажешь, вообще, прости, не видишь, куда месяц и день, если он будет, то, 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 так же, как я спрашивала, как у вас так, 16 лет дают права, у вас такие строгие отринчения на скорость, как они, ну, говорят, это проще простого, первый раз приходит от суд штраф 500 долларов, от суд не приходит, 500 долларов, он вызывает к себе в кабинет сына, уж как он там с ним говорит, не знаю, с малами, или так, не знаю, или сейчас он уже подумает, как следует, что от судейшку на 10 500 долларов, а если он превысит, с него страховку, у него страховку увеличивают, 10 раз, так, я американцы рассказываю, не знаю, значит, подозревается, у нас где-то такой вопрос, ты самоубийца, пожалуйста, ну, только плати, пожалуйста, пожалуйста, 10 раз, вырежет от них, выйдите там, два раза, так, нет, ходили после девятого, не знаю, что из них делилось, конечно, вот, американцы, в этом смысле, поражали меня своей работоспособностью, так, они с нуля, за 3 недели, могут совершенно, на которой они не признают, девицы, вот, так, как я вам рассказываю, а вы молчите, там это не бывает, они будут против, потому что они, у них будет мысли все время, они только что узнали про Булгарова, у них уже мало мысли, но расскажем ли мне о них этому, потому что в какой-то момент меня спрашивают, да, я все время, я не знаю, связь этого, почти патриотические, неудобства, я человек слишком, слишком даже, несловно сказанное, сейчас, опять измирно личное, я вообще считаю, это, любовь к россиян, я считаю, на самом деле, более низким уровнем, я до высшего не нашла, чем быть человеком мира, я считаю, человеком, более человеком мира, но я человек красивый, сделал этот дел, я же отказалась, преподавайте, у нас, что-то не дали, я всем сказал, свою победу, ну, ни с кем не делилась, с вами делюсь, я всем давно сказала, я приезде не подавала, и готовила мастер-пределы, я все и могла продолжать, натурально, я сказала, нет, больше, чем на месяц, на второй, я из России, в год, я больше не уезжаю, потому что в России сейчас надо, ситуация такая, что мне надо или жить, или низким, а проводить все семестры, за гранитами, на каникулы приезжать, и считать, что ты живешь в них, это наиболее, я говорю, тут же я ничего там не пойду, сейчас, 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 обвините, которые хотели, что уже сейчас, это, отлично, обычно мы сейчас выглядаем в память, сейчас мы можем уже сообразить, насколько хотелось бы, мог бы вам все рассказать, ну, неважно, если взорвалась, значит, и такая важная была, обычно не забывай, да, я вспомнила, обычно у меня будет на вспоминания, засекать, две тысячи, две пять секунд, и больше, значит, надеюсь, у меня еще сможет быть в порядке, ни разу не будет лучше, значит, вспомнила зачем, все, я хотела сказать, и вот, наконец, меня спрашивают, наверное, прошло месяца три, недели два, и меня спрашивают, у меня спрашивают, скажите, пожалуйста, вот, вот, как он, да, нет, еще до этого, что я всегда испытываю, что я говорю, он, я испытывала большое смущение, что я вынуждена, все я гадостью была, по-своему, говорить, что-то нарисовать, объявляю обстановку, уж на советское время, 20-е 50-е годы, у меня же пропугалочка, я испытывала некоторые в тесне, а потом все, и про бумагу дальше говорили, и вдруг меня спрашивают, а скажите, пожалуйста, а он как, а он как, он надеялся напечатать свой роман? Я говорю, сначала надеялся, потом явно 100% нет, это есть письмо, и вот 38-го года, когда он напечатывает, где стоила перепечатка, а потом еще работала, перепечатывает ее сестра, и он пишет, что будет, ты спрашиваешь, по чести, по совести, говорю, я не знаю, наверное, положишь его в шкаф, где лежат убедивые песни, и будешь иногда вспоминать, перед ним. сейчас меня интересуют поиски, а буду ли знать, что читать, буду ли я знать, что читать, и их вам не смысл. Так что, говорю, довольно бесстанежно. И эта девочка, ее 4-го послеца, как говорится, берет наживку сама, и задает мне вопрос. А зачем же он тогда беспокоит, если он был ученец? А вот если бы наши писатели не писали, не думая о том, что на печа дырек, то вам бы нечего изучать. Вот зайдем, в вашем ремонте я закончу.